Господь Бог, Царь Вселенной, который избрал нас из всех народов и даровал нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, дарующий Тору. Боже, мы просим о том, чтобы Ты учил нас, и мы просим о том, чтобы Ты сделал нас мудрыми, Господь, потому что нам не хватает Твоей мудрости, Боже. И это так важно для нас, Господь, в своих жизнях, поступках, в своих делах отражать Тебя, Боже. Помоги нам прожить жизнь так, Господь, чтобы Ты радовался, глядя на конец нашей жизни, и чтобы мы радовались, Господь, чтобы эти плоды, они были благословением для всех нас, Боже, и для Тебя тоже, в первую очередь. Во имя Ишуа Мессии. Амин. Амин. Мы приходим с Вами к последней нашей части, и сегодня мы будем разбирать вопросы, связанные с тем, как же практически нам распорядиться теми финансами, которые Господь нам с Вами поручает. На прошлом занятии мы закончили с Вами тем, что мы рассматривали вопросы доходов. И мы говорили с Вами, что первое, с чего необходимо начать для построения грамотного распределения нашими финансами, это выяснение того, что же у нас с Вами есть. Это первое. Для некоторых это будет очень быстрый список, раз-два и все. Но, может быть, для кого-то это будет более такой вот сложный момент. Тем не менее, нам нужно понимать, на что мы можем рассчитывать, с чего, собственно говоря, чем нужно распоряжаться. Потому что, если не знать, так, соответственно, как распорядиться этим правильно. И нужно понимать несколько вещей относительно того, на что же мы с Вами тратим наши сбережения. Или, скажем, не наши, а то, что Господь, правильно и так надо будет говорить, то, что Господь нам дает. На что обычно мы с Вами тратим ресурсы, материальные ресурсы, которые есть в нашей жизни. Есть много вещей. Мы окружены самыми разными вещами, правда? Некоторые из них, они имеют статус, без них невозможно прожить. Что бы мы к этому могли отнести, как бы Вы сказали? Продукты, да? Мы не можем жить без продуктов. Что еще можно сказать? Одежда. Это тоже, мы не можем это игнорировать. Это то, что нам необходимо. Что еще можно сказать? Коммунальные платежи, наше жилье. Это то, что обязательно должно быть у нас. Правда? То есть, что? Транспорт. Ну, совершенно верно. Тем не менее. Смотрите. Вы сказали очень правильно. Мне нужна еда. О чем я говорю? Скажите, пожалуйста. О колбасе. С икрой. С икрой. А кто, как еще думает? О чем я говорю? О колбасе. Мы говорим о том, что еда — это наша нужда, правда? Мы не можем это игнорировать. Но о чем я говорю? У каждого совершенно свой уровень представления, что такое еда. Я помню наших знакомых, которые переехали с Америки. Дети они еще были. И они здесь, на Украине, когда открыли холодильник, посмотрели, так не оли, сказали. Мама, что-то, в общем-то, у нас пустой холодильник. Хотя все, что нужно было, а по сравнению с обычным украинским холодильником того времени, там вообще всего много было, в их понимании проблема в холодильнике. Нет еды. Ну, то есть подразумевается в их представлении, что нет сыров, нет каких-то там йогуртов, как они обычно привыкли, не стоят 10 упаковок Кока-Колы и так далее, и тому подобное. Нет еды. Пусто. Мы все умрем. Ну, сейчас уже по-другому они на это смотрят, но тем не менее. Смотрите. Даже вещи, без которых мы можем, ну, как бы не можем обходиться, они имеют разную цену. Правда? Когда мы говорим о такой нужде, как еда, а это именно нужда, нужно понимать, что еда, она может быть элитная, а может быть очень простая. И когда мы говорим о простой еде, мы говорим о восполнении наших нужд. Правда? Наша нужда быть здоровыми. Но когда мы говорим об желаниях, мы говорим о качестве этой еды. Мы говорим, я хочу не просто колбасы, я хочу хорошей колбасы. Мы часто добавляем такое определение, какая колбаса? Хорошая колбаса. Это дорогая колбаса, элитная, ВИП, там и так далее. Мы определяем. Вот, допустим, если меня мучает жажда, что мне нужно? Мне нужна вода. Правда? Если я хочу воды, это моя нужда или это моё желание? Это моя нужда. То есть вода, она реально способна удовлетворить мою нужду. Но если я говорю, я хочу сок, это моё желание. Видите разницу? Разница, собственно говоря, в цене. И достаточно иногда существенная. Потому что, ну, это как минимум в два раза будет дороже. Купить полтора литра воды и купить, там, например, полтора литра сока. Даже в три раза будет дороже примерно, если вот так вот сравнить. То есть, иными словами, всегда нужно понимать, что есть необходимые нужды и есть желание качества. Желание качества. И Бог, я верю, что Он заботится об удовлетворении наших необходимых нужд. Но Он может также и заботиться об удовлетворении желания нашего с вами качества. То есть, иными словами, мне нужна курточка. Есть вполне хорошая курточка, приличная. Не какая-то, знаете, ободранная такая, абы как. Хорошая курточка. Но она, допустим, не то, что не модная. На ней нету там вот именно лейбы какой-то такой, как вот должно быть. Она покрывает мои нужды? Покрывает. Правда? Ну, я хочу чего-то большего. За большее всегда нужно платить дороже. И здесь вот и во многом кроется момент распоряжения теми финансами, которые есть у нас. Потому что очень часто мы не размышляем об этой разнице. Мы изначально в своем разуме забиваем уровень желания. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, изначально мы как бы не позволяем себе думать вот такими, может быть, простыми категориями. Мы сразу говорим, ну, не буду же я одеваться вот там-то, не пойду же я в секонд-хенд, это же вообще позор такой для верующего человека. Не буду же я делать вот такие вещи или кушать вот такую еду. Пускай там другие люди. И есть здесь проблема. Я помню, как одна девушка говорила, я не могу пойти просто так в магазин и купить, например, просто хлеб. Просто не могу. Почему? Потому что это какое-то жлобство, что я один хлеб покупаю. Ей нужно только хлеб. И вот она говорит, я могу пойти только в магазин, если я могу там потратить, ну, например, ну, там 200 гривен. Понимаете, да? То есть у нее такой вот какой-то настрой, что, ну, все же будут на меня смотреть и говорить о том, что, ну, как бы посмотрите, она купила только хлеб, это значит у нее нет денег и там то. Поэтому надо изначально как бы размышлять о том, что вот должен быть какой-то уровень. В тех же свадьбах, если мы говорим о свадьбе, свадьба это торжественная вещь, это очень важная вещь происходит как, ну, дай бог, один раз в жизни. И можно просто расписаться. Суть не поменяется. Можно сделать свадьбу на три села, но суть-то все равно не поменяется. Все равно вас расписали в ЗАГСе, все равно за вас помолили в церкви, и вы муж и жена. Но при этом у вас из-за желания качества появились долги. Почему? Потому что ваши желания не всегда могут соответствовать вашим возможностям. Поэтому, когда вы начинаете размышлять о формировании ваших расходов, хорошо себе задать вопрос, на что уходят финансы? Куда уходят деньги? То есть сначала мы начали с вами из того, что мы определили, откуда они приходят, сколько их приходит. И у нас в идеале более-менее должна быть какая-то фиксированная цифра. Предположим, тысячу гривен. Ну так, для того, чтобы нам было легко. Как же нам выяснить, куда уходят деньги? Это тоже является очень важным и обязательным пунктом для формирования расходов. Для того, чтобы понимать, куда они уходят. Необходимо как минимум начать записывать, что вы покупаете. Первым вашим шагом является фиксирование вашего дохода, вашего плюса. И следующее, что вам необходимо, зафиксировать ваш минус. Как это делается? Вы заходите, например, вот берете и проводите в тетрадке какую-то линию. На там первое, ноль первое, две тысячи пятнадцатая. У меня в кошельке тысяча гривен. Все, вы зафиксировали вот то, с чего вы начинаете. И вы записываете первое число, купил, хлеб, столько-то денег, сок, столько-то денег и так далее. Собираете чеки везде. Где чеки не дают, по-честному, таскаете с собой блокнотик и записываете. Я понимаю, что звучит немножко страшно, но это очень важный момент. Можете спросить Таню, как это выглядит. Ну, как вариант. Можно в телефоне записывать. Сейчас же это не сложно. Какую-то записную книжку себе, кусочек листочка. Суть не в этом. Суть в том, что в конце месяца у вас должна быть перед глазами, будь это листочек, будь это ли что, но реально записанные ваши расходы. И это крайне важно, крайне важно для того, чтобы потом сесть и посмотреть, сколько вы тратите, чего и на что. И я вам гарантирую, что вы сразу же увидите очень интересную картину. Вы не ожидаете, что до конца вы увидите, если вы никогда этим не занимались. Вы увидите, что очень много вещей были куплены случайно. Они были просто куплены, потому что я был такой голодный, я так шел, мне так хотелось. Вы знаете, что когда мы голодные, мы покупаем глупости. Да? Очень часто. Поэтому простой жизненный совет. Не ходите покупать на базар голодными, не ходите в магазин голодные, это просто, ну нельзя, покушайте хорошенько дома, а тогда идите в магазин. Вы тогда спокойным разумом, вы смотрите на вот это и говорите, вот за вот это 25 гривен, то в жизни не отдам. А когда ты голодный, ты думаешь, так, каких-то 25 гривен. Так работает наш мозг, так работает. Я много раз ловил себя на том, что я просто накупил какой-то ерунды. Я не знаю зачем. Зачем я купил этот кусок колбасы? Я не наелся. Но он стоил такие деньги. Я не наелся реально, понимаете? Я захотел желание, у меня было такое, он так пахнул чесноком, славно так. Или вот эти конфеты. Ты понимаешь, что после того, как ты нормально поел какой-то гречки с мясом, тебе уже конфеты как бы ты одну съешь, ну а ты перед этим, какая гречка? Полкилограмма конфет и так далее. Итак, звучит очень просто, но поверьте мне, это очень практический шаг. Запишите, куда вы тратите деньги, которые у вас есть. И просмотрите, что было куплено по вашему желанию, а что действительно являлось вашей потребностью. потребностью. Мы определили достаточно просто с вами, да? Потребность — это то, без чего я не могу обойтись. Это надо. Оно на базовом простецком уровне, но удовлетворяет мои нужды. Нужды. Я не говорю, что потребность — это, знаете, я лишаю себя витаминов, я именно как бы страдаю из-за того, что я недоедаю, потому что это потребности. Нет, я говорю о здравом подходе. Но, понимаете, витамины витаминам рознь. Можно получать витамины из каких-то благородных устриц, убитых непонятно где, непонятно кем. А можно из, например, более простых продуктов, которые на самом деле тоже очень эффективны и качественны. Итак, вы определили. Следующее, что необходимо сделать, это начать размышлять над категориями ваших расходов, над категориями вашего семейного бюджета или вашего семейного плана расходов. И сейчас об этих категориях мы с вами и поговорим. Друзья, эти категории, я могу так сказать, это тот опыт, которому привел меня Господь, и где-то что-то я перенял, где-то что-то, как говорится, сам открыл. Но, тем не менее, у вас есть различные расходы или различные категории. Как их можно организовывать, мы поговорим. Итак, что мы имеем? У нас есть обязательные платежи. То есть, это расходы, которые мы не можем с вами игнорировать. Мы говорили с вами, что в эти расходы входит ваша квартплата и коммунальные платежи. Входит что? Плата за телефон. Хотите вы или не хотите, вам надо это заплатить. Правда? Независимо ни от чего. Если вы не будете платить квартплату, вы потеряете квартиру. Если вы живете на съемной квартире, если вы не будете откладывать на это деньги, вы будете жить на улице. Все очень просто. И хозяйку квартиры не волнует, покушал ты или не покушал. Тебе надо достать и тебе нужно заплатить. Это может быть какая-то оплата, связанная с вопросами кредита. Кредит это тоже такая хитрая штука, когда ты хочешь или не хочешь, но тебе надо его ежемесячно прийти, принести и положить. Это могут быть какие-то оплаты. Например, если ваши дети учатся в школе, там есть какой-то сбор школьный. Допустим, 100 гривен сейчас минимально собирают сбор класса в школе, это как здрасте в обычной простой школе. Это только, это еще тебе повезло. Итак, это то, о чем мы говорим с вами. И мы сейчас дальше пойдем дальше, мы поговорим об этом. Итак, вы можете для себя записывать, но тем не менее, обязательные платежи. Обязательные платежи. Категории могут разниться от семьи. Например, если у меня своя собственная квартира, то я же не откладываю для того, чтобы за аренду платить. Правда? Но коммунальные есть практически у всех. Практически. Здесь могут быть, как мы говорили, коммунальные. Коммунальные. Телефон. Ну, это коммунальные. Отопление, вода, да. Это также интернет. Это может быть кредит. Что еще может быть? Проезд. Проезд. Ну, коммунальные. Электроэнергия — это туда же, коммунальные. Итак, это могут быть... Следующая категория — это периодические платежи. Например, это могут быть какие-то подписки на газеты, журналы. Вы знаете, что иногда интернет, он оплачивается не помесячно, он оплачивается, например, выгодно его оплатить на год вперед. Например, в Одессе есть такая там, в Тенете, ты оплачиваешь минус 20% скидка. Это выгодно. Согласитесь, да? Но где их взять, например? То есть надо отложить. Если отложить их заранее, то получается очень даже неплохо. Это могут быть различные услуги. Например, если у вас есть ребенок, вам необходимо, чтобы няня периодически с ним сидела. Но у вас как бы так складывается, что вы не знаете, как часто это может быть. Тем не менее, если вы не отложите на это денег, они не будут. То есть есть платежи обязательные, а есть платежи периодические. Периодически. Могут быть переговоры периодически. Например, вам нужно позвонить кому-то за границу своей сестре, например, родственникам, и вы звоните, и для этого вам нужны деньги. Или периодически нужно сделать прививку, например. То есть на это нужно планировать. Питание. Следующая такая важная вещь. Сюда можно вписывать всю сумму по чеку, либо какие-то отдельные продукты. Интересно, что, вы знаете, Бог нас научил таким образом формировать питание. Проанализировав чеки за определенный период времени, мы пришли к выводу, что, например, мы тратим с вами, с нашей тысячей гривен, которая есть, например, 600 гривен на питание. Ну вот так вот мы увидели. Оказывается, мы не знали, но 600 гривен. Мы посмотрели, что 200 из-за этого просто наши какие-то что-то нам забрело в голову. Мы можем этого и не делать. Могли бы это и не тратить. Хорошо. Мы видим, что на самом деле для того, чтобы более-менее нам с вами хорошо питаться, не голодать нашей семье, нам надо 400 гривен на месяц. Мы увидели это по нашим чекам, которые мы с вами потратили. То есть есть нужда 400 гривен в месяц. Я рекомендую разделить месяц по неделям. То есть пускай у вас в этом конвертике под названием питание будет 4 недели. В некоторых месяцах у вас там должно быть 5 по 100 гривен. То есть иными словами, вы можете потратить в течение недели на питание 100 гривен. Почему вы так можете сделать? Почему это лучше сделать, чем тратить, например, 400 гривен на весь месяц? Я вам объясню. Потому что если вы не мудро как-то распорядитесь этими деньгами, ну что-то у вас пойдет, как говорится, не так, где-то вас захлестнет ваше «хочу», то легче протерпеть нужду с пятницы до воскресенья, чем с 15-го числа по 30-е. Уловили разницу, да? Потому что если ты одну неделю что-то там импульсивно купил, ну, значит, перебьешься так более скромно. Но в следующей неделе ты можешь уже по-другому все распланировать и построить все таким образом, чтобы не было для тебя сложно. И так, я рекомендую вам пользоваться понедельным распределением питания. Следующий момент – это транспорт. он тоже будет у вас индивидуальным. Есть люди, которые обязаны иметь эти деньги. Эти деньги не должны вытаскиваться из других конвертиков или из другого какого-то предназначения. Они должны быть запланированы. Вы знаете, что каждое утро вашему ребенку нужно в институт, а вам нужно на работу. И если вы не будете ездить, ничего не получится. То есть вам необходимо это запланировать. Следующая категория, обратно же, она может быть или нет, это питание вне дома. Еда вне дома. По-разному люди организовывают свой быт. Кто-то кушает без проблем на работе, термосок приносит и кушает. А есть люди, которые не могут носить термоски. Так случается. Либо неудобно, либо не получается, либо нет таких условий. И поэтому для того, чтобы где-то купить что-то, нужно взять откуда-то и купить. А для того, чтобы взять откуда-то, нужно, чтобы кто-то туда положил. То есть вы должны позаботиться об этом. И вам нужно решить, сколько денег вы можете на это потратить. Следующее – это одежда. Одежда. Одежда – дело хитрое. Мы можем с вами покупать много всего и за раз. Но на самом деле не всегда нам нужно много одежды. Правда? Ну, есть какой-то момент, когда мы обновляемся. Где-то мы что-то увидели, посмотрели. Хорошо, когда скидки. Я всегда вам рекомендую смотреть на скидки. Я верю, что это благословение от Бога для нашей жизни. Итак, одежда. Решите, сколько денег вы будете откладывать каждый месяц в этот конверт. Это не значит, что вы обязаны потратить. Не значит. Пускай они там лежат. И когда придет момент вам, например, купить ботинки, вы просто достанете оттуда, потому что они там будут. Вы насобираете эти финансы. Следующее – это хознужды. Часто такое бывает. Ты купил порошок и как бы и отлично. Ну и что, у меня все есть на этот месяц, ничего не надо. А потом у тебя закончился порошок, закончился шампунь, дезодорант и прочее. И прочее. И ты заходишь и покупаешь на 500 гривен. И ты в шоке, потому что тебе не хватает на все остальное. Но зато у тебя снова есть порошок и все, 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 что тебе необходимо. Вы понимаете, что как бы, ну, получается, теряется баланс всего того, что происходит. Из 1000 гривен, которые у тебя есть, ты просто в один месяц берешь и тратишь на порошок. И страдает это все. Но порошок хватает на 3-4 месяца, например. Ну, как кто стирает. И если ты запланируешь эти вещи, тогда это тоже не будет для тебя стрессом. По такому же принципу это вопрос медицины. Медицина. Медицина у нас дорожает. Вы это знаете, правда? И мы с вами периодически лечим зубы, мы с вами периодически ходим к врачу, делаем какие-то вещи. Ведь, согласитесь, если по чуть-чуть откладывать каждый месяц по 50 гривен, ну, если у нас есть 1000 гривен, да, вот то, что мы говорили, мы будем откладывать 50 или сколько-то нибудь. Может быть, раз в год вы полечите зуб. Даже если у вас не будет полной суммы, все равно вы будете в состоянии взять нечто и использовать его на это лечение, и это не будет для вас сильным ударом. То есть планирование, оно помогает как бы смягчить обстоятельства, смягчить обстановку того, что происходит. Медицина. Медицина бывает постоянно приписана. Бывает, совершенно верно. Если человеку приписано, еще раз, я хочу, чтобы вы, ну, мы еще, может, поговорим более детально. Все эти вещи, они могут быть очень сильно постоянные. Например, возьмем телефон, обязательный платеж, да? Но он можно проплатить телефон на год вперед, если есть такая скидка, например, какая-нибудь акция или еще что-то. Оно будет как бы проплачено. А можно каждого первого числа приходить и платить, и покупать какую-то карточку. Ту же самую медицину. Если тебе прописали какую-то терапию, например, тебе надо проходить, хочешь не хочешь, это обязательная часть. Но, например, мне не прописывали терапию, и у меня просто собирается какая-то сумма из месяца в месяц, и если мне необходимо что-то купить, ну, связанное с лекарствами или с чем-то с этим близким, я могу воспользоваться этой суммой. Еще одно, что вы обещали, о том, что покупая хорошую неделю и, например, банально, ваша качественная недовольная база, то это не придется, потому что ты вкладываешь свое здоровье, и потом ты зарабатываешь на этом. Да, можно так говорить. Расходы. Два источника расходы. Она не может это игнорировать. Это обязательный платеж. Безусловно, обязательный. Безусловно. Смотрите, и даже одежда, она может быть обязательным платежом. Может накапливаться, а может, как может быть обязательным? Например, по должности я вынужден ходить в белых рубашках. И просто хоть ты тресни. Ну вот. Белая рубашка — это такая хитрая штука, что их должно быть много, потому что она белая. Правда? Она быстро может запачкаться, они должны постоянно быть в стирке и так далее. Это значит, что я больше буду на это тратить, но это мне обязательная нужда, потому что если я не буду работать, у меня не будет моего дохода. То есть все очень, ну, как бы гибко, но я хочу, чтобы вы уловили общую суть этого всего. Следующее. Это может быть школа-садик. У кого она есть? Школа-сад. Школа-сад тоже хитрая категория. Чем она хитрая? Смотрите, мы примерно знаем, что нашему ребенку в садик нужно что? Может быть, еда нужна, может, не нужна. Садики бывают разные, да? Но нам нужно как минимум заплатить за этот садик. Пускай это будет там 200 гривен. Ну, условно говорим. Не важно сколько. 200 гривен. У нас доход 1000 гривен с вами виртуальный. Нам надо заплатить, потому что ребенок должен уйти в садик. Правда? Но мы должны помнить, что в конце года, когда он будет выпускаться с садика, будет выпускной. А в школе бывают тоже выпускные. Вы знаете, что ребенку, например, в школе обязывают покупать школьную форму. Ему обязательно необходимо обновлять его учебники, об тетради и все-все-все остальное. Иными словами, на какой-то период вам нужна будет существенная сумма. Хоть, допустим, ежемесячно вы тратите на него 100 гривен, но если вы будете откладывать 150, то со временем, даже летом, когда он не учится, к сентябрю месяца у вас насобирается там, например, 1000 гривен, которую вы без проблем купите ему, все необходимое для школы. Понимаете, в чем суть вот таких вот накоплений? То есть ты откладываешь, возможно, даже тогда, когда вот прямо сейчас тебе не нужно, но ты откладываешь, потому что ты понимаешь, что в будущем, в сентябре месяце, тебе это понадобится. И если понадобится, то где это взять, если ты не позаботился о том, чтобы оно тебя там подождало. Следующее. Ну, если у вас нет школы-садика, хорошо, это не к вам, не вопрос. Следующее. Это спорт. Что такое спорт? Кто-то ходит в спортзал, кто-то не ходит. Но если вы решили, что вы ходите в спортзал и спорт это у вас, то вам необходимо абонемент ваш оплатить, правда? Вы должны подумать о том, что же вы оденетесь, когда вы пойдете в этот спортзал? Нужна ли вам дорога на спортзал? Нужны ли вам новые кроссовки? Это все, поверьте, очень недешево на самом деле. Иногда это разовые какие-то вложения, но иногда это то, что нужно постоянно. Например, какие-то, может быть, витамины, какие-то препараты или так далее. Смотря чем вы занимаетесь. Если это, например, вы занимаетесь теннисом, вы знаете, что вашей ракетки хватит на полгода, через полгода надо купить новую. Или вы занимаетесь бальными танцами. Знаете, как это дорого, бальные танцы? Разные всякие платья, балетки, одни чего стоят, их надо постоянно обновлять, какие-то там, может быть, периодические массажи, которые нужно сделать, потому что ты бальными танцами занимаешься. То есть это должно быть спланировано. Спорт. Если у вас этого нет, если вы не спортсмен, пожалуйста, вы не спортсмен, можете ничего не откладывать. У вас этой категории просто не будет. Следующая категория это поездки. Поездки. Большинство из нас имеют каких-то родственников. Мы все хотим периодически куда-то с вами поехать. Взять тот же ретрит. Это такая классная поездка, на которую обычно не хватает почему-то у людей денег. Не хватает, потому что не планировали поехать на ретрит. Если вы, ну, обратно, все индивидуально. Вот, например, у нас есть сестры, да? А им нужно обязательно ездить домой к маме. Им нужно ездить. И нельзя это никак игнорировать. Они не каждый день ездят, но тем не менее. Где-то, когда придет момент, нужно достать эти денежки и заплатить. Если это спланировать, тогда это не будет сложностью для вас. Вы сможете совершать поездки и без проблем. Следующая категория это развлечения. Развлечения. Жизнь без развлечений становится очень грустной и очень печальной. И само по себе развлечение это категория нужды или желания качества. Это желания качества, потому что в общем-то никто из нас не умрет, правда, если мы не пойдем в кино. И многие люди спокойно живут без этого и никто не умирает. Но тем не менее, если ваш бюджет позволяет и вы можете этим распоряжаться, то почему бы нет? и куда можно потратить эту категорию, этот конвертик? Куда? Пойти в кино, можно поехать куда-нибудь, можно накупить каких-то вкусняшек, сделать шашлык, например, пойти в гости кому-то там, ну, как вы хотите. Вы можете тратить их на себя, но надо помнить, что все же это не нужда. Это не нужда. Это ваше желание качественно, по-другому провести ваше время. Еще одна категория. Эти категории, они в произвольном порядке, вы должны это понимать. Ну, то есть, не один, два, три, а в произвольном. Это домашние питомцы. Собаки, кошки и прочее. Питомцы. Хотите вы или нет, но они требуют финансов. Потому что даже маленькая собачка, она требует прививок, она требует ветеринара периодически, иногда этот период наступает тогда, когда вы даже не ожидаете. Скушал какую-то гадость на улице, тут уже его рвет, и тут ты звонишь ветеринару, и надо решать этот вопрос. Ветеринару надо заплатить. То есть, мы все это прекрасно понимаем. Есть животные, приученные к дорогому корму, к дорогим каким-то вещам. Это должно быть у вас запланировано. Есть также хозяйственные нужды. Имеется в виду следующее. Смотрите. У вас есть дом, у вас есть какое-то хозяйство. Например, вы живете в частном доме, и периодически вам необходимо делать ремонт вашего котла, который у вас есть. Может быть, вам нужно забор поправить, может быть, вам нужно сделать какие-то такие бытовые работы. Я бы сказал, это ремонтно обслуживающие такие вещи. Они не происходят часто, но они все же происходят. Например, вы знаете, что раз в полгода вам нужно вызвать машину, которая почистит вам стоковую яму. она стоит. Или, например, фильтры, например, кондиционеры. Вы знаете, что их надо раз в полгода чистить и заправлять. Их нужно пылесосить, вымывать, и чтобы человек приходил и заливал все, чтобы они работали как кондиционеры. Это не часто, но это стоит. Если об этом позаботиться, вы сможете на это расходовать. Следующее, то есть я определяю это как дом хозяйства, ремонт. Следующая категория это ремонт или апгрейд. Мы так его называем. Что такое ремонт? Ну, предположим, у вас что-то сломалось. Это может быть ваш телевизор, это может быть, например, ваша микроволновая печка, она приходит к логическому концу, и вам нужна новая, или, например, плита газовая, или что-то, что необходимо обновить. Ваш холодильник еще помнит Сталина и прочих великих деятелей, и вы понимаете, что сейчас уже не то время, он не справляется, и нужен холодильник. Вам необходимо на это откладывать. И вот так просто взять и достать пять тысяч гривен при вашей зарплате в тысячу гривен вы не можете. Но если вы принимите решение, что каждый месяц вы будете что-то туда откладывать, то через какое-то время там все же что-то соберется. Вы понимаете, да? И может быть будет какая-то акция, может быть будет что-то такое, что подвернется вам под руки, а у вас как раз деньги есть. Почему бы нет? Если вы имеете дачу или садовый участок, село, как в некоторых местах имеют, на это тоже нужны деньги. На сегодняшний момент просто добраться до этой дачи, это уже целое приключение. Но мы понимаем, что любая дача, она скорее всего не сильно много принесет вам прибыли. В любом случае это будет ваш минус. Поэтому поставьте это так же, если оно у вас есть, на баланс. Дача. Есть очень такая приятная что ли привилегия иметь машину в наше время. Многие мечтают до той поры, пока реально не сядут и не посчитают, насколько это выгодно или не выгодно. Автомобиль, машина. Здесь тоже все очень интересно. Если вы зарабатываете при помощи машины, тогда машина является для вас плюсом. Как вы можете зарабатывать при помощи машины? Вы ездите на работу, правда? Если вы не будете ездить, у вас не будет работы. Машина однозначно необходима для вас. Если вы совершаете какие-то перевозки, например, вы зарабатываете тем, что вы таксуете, подвозите людей, грузы перевозите, это тоже то, что дает вам плюс, если вы действительно этим работаете. В остальных случаях, как правило, машина является в нашей реальности роскошью. Она является желанием качества жизни, правда? Ведь что мы говорим, когда мы садимся в машину? Ну, слава богу, я в машине, не в этой потной маршрутке, этой жаре и так далее. То есть мы говорим о качестве нашего передвижения, но фактически из точки А в точку Б можно переехать и попроще. И нужно помнить, что машина это всегда стабильный минус, если вы не зарабатываете на ней. Машина требует парковки, она требует страховки, заправки, ремонта, она требует целого ряда вещей для того, чтобы вы могли переехать из пункта А в пункт Б. То есть в любом случае речь идет о качестве вашей жизни. Дальше уже идет речь о том, какая должна быть машина, какого уровня и так далее и тому подобное. Поэтому мой вам совет перед тем, как купить машину, сядьте и посчитайте, выдержит ли ваш бюджет в 1000 гривен расход в 300 гривен на машину каждый месяц только потому, что вы хотите проехать. Если вы мечтаете о ней, ничего страшного, мечтайте, но нужно либо зарабатывать больше, либо тратить меньше. В принципе два варианта есть во всем этом. Либо заработать больше, либо тратить меньше. Следующая категория это праздники. праздники. Что такое праздники? праздники это события, которые также происходят и по расписанию, и не по расписанию. Что я говорю по расписанию? По расписанию это когда мы знаем, что Новый год наступает 1 января, или день рождения моей мамы такого-то числа, моего мужа, жены такого-то числа. мы можем это спланировать с вами. Но бывает такое, что вдруг ни с того ни с сего кто-то вас с работы взял и пригласил. И вы в ужасе, потому что вы не готовы к таким вещам. Вы пытаетесь не упасть лицом грязь, вы начинаете доставать это откуда-то, вы начинаете одалживать это или еще что-то. Если вы будете это планировать, то может быть знаете в том конвертике не будет достаточно для покрытия всего, но тем не менее какую-то сумму вы сможете использовать для того, чтобы покрыть эти вопросы. Следующий, ну то есть праздники я бы мог определить также еще и сюда категорию подарков, то есть это вопрос празднования и вопрос подарков, которые вы хотите сделать. обязательная категория, которая должна быть у вас это десятина. Десятина. То, что вы хотели бы, то, что вы хотите принести и почтить Господа, выразить Ему свою благодарность, это может быть фактически десятина, это может быть больше, и ваше сердце не ограничено, вернее, скажем, ваше даяние не ограничено ничем, кроме вашего сердца. И также вы можете, то есть десятина, это то, что вы решили, я буду отдавать на дело Божье не меньше вот этой суммы, не меньше десяти процентов, могу больше, я все же, я верю, что мы должны быть в рамках Нового Завета теми, кто не меньше должен, ну, как бы, иметь открытое сердце десяти процентов, я уверен, что больше должны отдавать. И следующее это пожертвование. Можно сказать следующим, ну, как же можно определять, что такое пожертвование, ну, что вы такое говорите, а вдруг меня Дух Святой побудит, и мне надо будет отдать все туда и сюда. Да, вы можете отдать больше, чем ту сумму, которую вы определяете при распределении бюджета, вы можете, но только вы должны подумать, где вы ее возьмете. Понимаете, как бывает? Тебя накрывает эмоциями, тебя накрывает духовным прозрением, ты хочешь как бы помогать всему миру, отлично, ты достаешь, не глядя, из кошелька твоя правая рука не знает, что делает левая, ты кидаешь в эту корзину и говоришь Аллилуйя, а потом приходишь домой и думаешь, а что же мне делать вообще? Потому что я только получил зарплату, а я 800 гривен отдал из той тысячи, которую получил. А где же мне, ну, ладно, я не говорю там, например, о каких-то там развлечениях, о каких-то там таких, ну, приятностях, да, а где же мне взять деньги, чтобы покрыть на то, что я не могу игнорировать? Вы понимаете, да? И здесь есть сложность в этих вещах. В любом случае, я понимаю, что Дух Святой, Он может побуждать наши сердца к вещам, которые, ну, может быть, они нелогичны с точки зрения нашего калькулятора. Имейте открытое сердце, но также и размышляйте, что вы будете делать, потому что все же вы ответственны за свою семью, как глава дома, вы ответственны за то, чтобы все же ваши дети пошли в школу, чтобы у вас была еда, вы не можете заморить их голодом, только из-за того, что вы получили откровение помогать бедным людям в каком-нибудь африканском дальнем племени, потому что, ну, так этот проповедник хорошо говорил, ну, как я мог не дать? и если у вас есть такая возможность, заведите категорию карманных расходов. Карманные расходы. Что такое карманные расходы? Это определенное количество денег, которые вы можете тратить вот так, как вам захочется. вот хочу колбасы, буду есть колбасу, хочу сыра, буду кушать сыр, хочу в кино, хочу не в кино, хочу не потрачу, хочу подарю, ну, вот, как захочу. Это карманные деньги. Итак, я хочу вам сказать так, смотрите, друзья, мое вам пожелание, чтобы вы были гибкими во всем этом. И сейчас мы сделаем перерыв, и более подробно еще коснемся этих вопросов, и я вам расскажу свое представление о том, как может быть детально это можно организовать. Сейчас перерыв. Еще хуже.